Аминь! Аминь! Давайте... Давайте поднимем наши руки к Господу. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы очень благодарны Тебе за это удивительное собрание. Благодарим, Господь, за это. Это. Это собрание лидеров и людей, которые переворачивают этот мир. Слава Богу! За Иисуса! Спасибо, Господь, за помазание, которое на этом месте и на мне, которое здесь течет и ощущается, и что я провозглашаю Твое Слово со всей тщательностью, точностью и смелостью. Отец, я прошу Тебя думать через мой разум, говорить через мои уста. И чтобы это Слово исходило неповрежденным, и никакая сила издне не могла удержать его. Теперь мы воздаем Тебе хвалу и превозносим Тебя не только за откровения, но за знамения, чудеса и удивительные проявления, которые будут подтверждать проповедуемое Слово. Мы воздаем Тебе хвалу во имя Иисуса. И кто-нибудь воскликните «Амэн!» Слава Богу! Теки! Теки! Я хочу спуститься сюда, где люди находятся. Хочу спуститься туда, где огонь. Амэн! Хорошо. Прежде всего, давайте поаплодируем брату и сестре Копландам за то, что они верны в этом деле и ведут нас по этой тропе. Давайте откроем ваши Библии, пожалуйста, потому что я хочу начать вовремя и остановиться вовремя. Слава Богу! Хорошо. Амэн! Я собираюсь говорить с вами на двух собраниях и говорить вам о теме, которая это то, что Бог дал мне, дал мне по учению о переходе богатства. Но я услышал это в моем сердце, и я почувствовал, что Джесси, брат Джесси, говорил об этом. И поэтому я адаптировал ту часть того заглавия. И поэтому я назову это «Вступая в право обладания. Часть 2». «Вступая в право обладания. Часть 2». Я думаю, действительно, нет, я знаю, вы будете благословены этим. Это что-то, что Дух Святой дал мне. Слава Богу! Теперь, я собираюсь использовать свое время, но я хочу закончить вовремя. Поэтому, будьте хорошими и просто получайте Слово Божье. Давайте обратимся к Псалмам, главе 113-й. Псалом 113-й. Итак, здесь говорится следующее. В стихе 24-м. «Это должно быть, брат Макс. Слава Господу! Амэн!» «Небеса, небеса Господу, а землю Он дал Сынам Человеческим. Небеса, небеса Господу, а землю Он дал Сынам Человеческим». Теперь, я учу много на тему Божьего Царства. Потому что, когда я обращался к Библии и начинал искать, в чем мое призвание, я начал видеть, как Иисус учил о Царстве. И как это Царство отличается немного от Евангелия, на котором я традиционно воспитывался. Это было Евангелие спасения. И это хорошо, потому что нужно спасать души, приводить их в Царство и так далее. Но затем, после того, как люди спасаются, что? Что следующее? И я увидел, что Бог имеет большую цель, нежели только спасти людей. Но труднее, после спасения, личность трансформировать, чтобы людям быть носителями перемен, куда бы Он их ни послал. и это будет оберегать и сохранять землю, чтобы люди продолжали быть, как было сказано Адаму, плодовитыми, размножаться и наполнять землю и обладать ею. Итак, я начал проповедовать о Царстве. И я обнаружил, что когда я проповедовал о Царстве, Царство открывает мне дополнительное число откровений. Это не столько футуристическое Евангелие о том, что мы пойдем на небо, но это больше о небесах, сходящих на землю. И когда однажды я сел в свою машину, это случилось относительно недавно, и я сел в мою машину, и я смотрел, и я доставал что-то из бардачка. Я сидел, машина была не заведена. И я наклонился, чтобы взять нужное мне, и я посмотрел на свой видеодисплей, и картинка там исчезла. Затем я отклонился назад в своем сидении, и я снова все мог видеть ясно. Затем я снова отклонился в бок, и все опять исчезло. Итак, я увидел, что это зависит от того, откуда вы смотрите. Соответствующим образом вы и увидите. И я думаю, что когда люди смотрят не с перспективы Царства, тогда есть определенные вещи, которые скрыты от них. И поэтому, когда я сейчас пришел сюда и проповедую с перспективы Царства, надеюсь, на этих двух служениях мы углубимся в это, чтобы понять, слава Богу. Но я просто увидел, что когда, когда я делаю это, много нового для меня открывается. Я начинаю видеть вещи. Я верю, как Бог хочет, чтобы я увидел, и так далее, и тому подобное. Я не говорю, что другие люди ничего не видят. Но я просто вижу здесь, что эта церковь сильная. Я имею в виду, что это самый мощный институт в мире когда-либо. Библия говорит, что когда мы здесь живем, она говорит, что нет ничего, что может сравниться с церковью до того, как мы пришли, и после того, как мы уйдем, ничего не будет подобного. Она такая мощная. Она... Знаете, если говорить об отделении церкви и государства, но правда такова, что если бы не было церкви, то не было бы никакого государства. Церковь так сильна. Я имею в виду, когда? Когда Бог создал Адама. Я имею в виду, что сатана отошел в сторону и сказал, что это такое? Потому что этот человек, созданный, был такой сильный. И... Хорошо, давайте обратимся к этому. Слава Богу. Итак, здесь говорится, Небеса, небеса Господу, а землю Он отдал Сынам Человеческим. Итак, давайте вернемся к Бытию, первая глава. Давайте вернемся к началу. И просто посмотрим, что здесь говорится. Теперь, Бытие, главе 1, стихе 26. И Бог говорит, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землею. И над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Мне нравится. Кто это был? Брат Кэп сказал, У нас есть обладание над этими уродами. Слава Богу. Мне нравится это. Потому что я знаю что-то. Окей. Но здесь... Здесь... Позвольте, я буду пребывать в среде святости. Хорошо. Слава Господу. Но здесь говорится, Бог сотворил человека по образу своему, по подобию своему, и пусть они владычествуют. Давайте посмотрим. Позвольте мне показать следующее. Сэр, не могли бы вы подойти на минутку? Да, сюда. Я просто сейчас играю. Окей. Хорошо. Хорошо. Теперь... Да-да-да, я услышал это от Бога. Вернуть мои часы обратно. Но здесь... У меня часы. Принадлежащие мне. Окей. Предположим, я отдаю их. Отпустил их. Хорошо. Теперь... Кто владеет... Жеребий брошен. Хорошо. Теперь... Итак, они у него. Но у кого часы? У него. У кого нет часов? У меня нет. Я отдал их... Ему. Теперь, на следующей неделе, я собираюсь на ужин. Это все еще такая игра. Я иду на ужин. Итак, теперь я иду на тот ужин. Что мне сделать, чтобы воспользоваться теми часами? Я бы хотел одеть их. И что мне нужно сделать? Мне нужно пойти к нему... И что? И попросить его разрешения. И ему нужно согласиться с этим. И только затем я могу одеть те часы. Я прав? Спасибо, сэр. Я действительно ценю это. Можете? Не можете их снять? Пока закончен. Окей. Теперь. Теперь вы видите, почему сказано в Матфея, главе 9. Там сказано, не вы побелели, но делайте ли мало. Молите, чтобы господин жатвы, чтобы он выслал делателей на его жатву. Хорошо. Если Бог этим руководит, почему же он не отправляет делателей в любое время, когда хочет? Потому что он не может. Из-за правил, которые он сам установил. Пусть они владычествуют. Итак, я только говорю, я хочу сказать, что для Бога, который уже сделал что-то на этой земле, или запланировал что-то сделать, в этом случае он нуждается в святых. Ему нужны Божьи люди, чтобы они дали разрешение ему. Можете ли вы сказать «Амэн»? И причина, почему я взял это место, это потому, что в основе и есть то, откуда мы начнем. Мы будем говорить о некоторых вещах, и вам нужно будет держать это в вашем уме, эту перспективу царства. Мы знаем, что Бог управляет всем, но не Бог руководит этим миром. Церковь должна руководить миром, а Бог руководит вашей церковью. Скажите «Амэн» на это. И очень часто, что мы делаем? Мы ожидаем, когда Бог начнет двигаться. И когда у нас молитвенное служение, то не очень много людей здесь, но на собрании «Благослови меня» все здесь. Моя мысль, вам нужно прийти на молитвенное служение, и вы будете благословлены. Я говорю, у Бога есть «мы» здесь, люди с владычеством. Скажите «Амэн» на это. Хорошо, давайте продолжим. Хорошо, и затем говорится в стихе 28. И здесь говорится, «Бог благословил их и сказал им плодиться и размножаться, наполнять землю и обладать ею, и владычествовать над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею, и над всякими пресмыкающимися, которые ползают по земле». Итак, теперь, давайте исследуем больше мест. Я не хочу исследовать благословения, потому что брат Копл проповедовал об этом, о благословении Авраама, о благословениях Эдемского сада и так далее, и тому подобное. Всюду, куда бы Адам ни пошел, предполагалось, что он будет приносить сад. То есть сад должен был распространяться. Хорошо, давайте посмотрим на следующее. Теперь, что владычество означает? Хорошо, слава Богу. Святой Дух хочет теперь помочь мне, потому что это мощное, мощное учение. Это означает управление. Это означает верховную власть. Управление. Здесь говорится, в Псалме 102, стихе 19, и его царство управляет всем. Верховная власть. Это имеет отношение к полномочиям. Я даю вам полномочия. Я даю вам власть над змеями, и скорпионами, и над врагом. Это означает заботу о чем-то. Или другое слово? Распоряжение. Вы были верны в малом, и я дам вам руководство над большим. И самое последнее, с чем я хотел вас познакомить, это идея обладания. Теперь, когда я обратился к словарю, к тому словарю Вебстера, в том словаре Вебстера от 1828 года, верю, вы знакомы с этим словарем. Здесь говорится, он дает это слово, и затем он дает описание, как это слово используется. Здесь говорится, здесь дается следующее определение. Независимая или верховная власть. Это владычество сейчас. Сила управлять или контролировать. Это также означает власть направлять, контролировать и использовать или размещать по усмотрению. Это слово владычество. Теперь оно означает обладание. Теперь, если оно означает обладание, а оно это означает, давайте поймем, что же означает слово владелец, чтобы обладать. Я узнал это из словаря Вебстера от 1828 года издания. иметь законное или правомерное право. Иметь законное или правомерное право. Хорошо? Итак, я еду куда-то и начинаю проповедовать. И я задаю вопрос к собранию. Как много из вас имеют собственный дом? Я просто говорю, что я делаю. И все эти руки поднимаются. Сколько из вас имеют собственные машины? Все эти руки поднимаются. Хорошо? Позвольте мне зачитать определение слова собственное. Вновь. Иметь законное или полномочное право. Понимаете? Теперь, когда ипотечный кризис разразился в 2010 году, вдруг мы увидели, кто был владельцем и кто не был. Это удивительно. Как много зданий вернулось обратно к банкам? Как много домов вернулось к ипотечным компаниям? Финансовым компаниям? Даже машины? Почему? Не владели? Это просто как дьявол. Продолжайте. Я видел истории. Они говорили, эй, это история о займе. Принесите нам право на имущество, и вы получите заем. Это похоже на то, как дьявол хочет иметь обладание. У меня есть новость для вас. Иисус не умер за платежи. Он умер за обладание. Теперь я говорю, да, мы знаем, что он искупитель, и так далее. Он умер, чтобы вернуть наши жизни обратно к Богу, обратно к Отцу. Но я теперь хочу, чтобы вы знали. Я не... Мы не говорим против платежей по ипотеке, но я говорю вам, что здесь есть обладание, которое Бог хочет, чтобы вы имели, а враг не хочет, чтобы вы имели. Скажите, амэн. Когда вы имеете мышление обладания, тогда вы думаете по-другому. Враг знает об этом? Когда я говорю враг, я имею в виду дьявола. Он знает, что вы думаете по-другому. Когда я, когда вы обладаете многоквартирным домом, к примеру, у вас многоквартирный дом с восьмью помещениями в нем, и он находится рядом с университетом, и некоторые студенты снимают комнаты в аренду. И я не имею ничего против студентов. Но как много из вас знают, что у вас должен быть чек на вашу собственность, на каждую ночь в ней. Почему? Потому что они не владеют этим. Правильно ли, о чем сейчас я говорю? Итак, о чем я говорю? Я говорю, я помню, когда я был молодым человеком, второй класс. Я помню, собирался на уроки в то утро, одел подштанники, синие джинсы. Мать посмотрела на меня и сказала, нет, 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 сынок, снимите джинсы и надень хорошее нижнее белье. Я спросил, зачем мама? Потому что в том есть дыры. Я сказал, мама, все нормально, ведь джинсы сверху. Снимите джинсы, одень другое белье. Заметьте. Итак, я снял джинсы, одел белье и затем одел джинсы. Видите, я собирался сделать по-своему и пойти. Я спросил, мама, зачем мне менять мое белье? У меня сверху джинсы, и никто ничего не заметил бы. Она сказала, парень, это все так, но в течение дня что-то вдруг могло бы случиться с тобой. И я не говорю, что что-то случится, но я говорю, что что-то может случиться в этот день. И затем, я жил в маленьком городке в Тосхиге, Алабама. Она сказала, тебя могут взять в госпиталь Джонат Генри, у нас был такой госпиталь, и они снимут твои штаны и увидят дырки в твоем белье и скажут, о господи, этот ребенок из семи Винстонов. Я хочу, я хочу, вы смеетесь, чтобы вы поняли следующее. Она брала господство над своим ребенком. она брала власть над своей репутацией. Скажите, амен на это? Вы видите, когда нет владычества, то нет возмущения. я покажу вам, где вы обладаете землей, и покажу вам, когда вы знаете это, вы владеете этим, и дьявол не может прийти и создать безбожные законы на ней. вы можете восстать за нее. Но когда вы просто живете, стараясь сделать небеса своим домом, когда мы попадем на небеса, я не знаю, знаете вы это или нет, но вы сейчас на небесах в такой же степени, как вы на земле. Вы посажены в нем на небесах. Вот что совершит царство. И он даст вам откровение так, чтобы в вас произошла революция. И я не говорю, чтобы ранить кого-либо, но я говорю о том, чтобы вернуть обратно то, что принадлежит вам. Нет, нет, нет. Царство не придет когда-то, потому что я владею им. Позвольте мне дать вам еще один пример. Как насчет того времени, когда кто-то брал прокатное авто, техасскую прокатную машину, ездил на ней три или четыре дня, а затем возвращал ее обратно. И стрелка топлива была почти на нуле. И возвращали обратно. И они ехали на заправочную станцию и заправляли бак. Потому что когда я приезжаю туда, если я не заправлен, это добавит плату. Вы понимаете. Итак, они стояли на бензоколонке, заправке и заправлялись. И они открывали бак и говорили, пожалуйста, только бензин премиум. Господь, будь милостив. И различие между бензином премиум и обычным доллар десять. Я не заметил никого из вас в их компании. Я никого. Я никого у вас там не видел. Но что люди делают? Они часто шикуют в своих больших машинах, потому что ими не владеют. Когда вы чем-то не владеете, враг может это отличить. Он может это отличить, потому что обладание производит негодование, чтобы вы не позволили дьяволу нападать на вашу собственность. Скажите «Амен» кто-нибудь. Итак, о чем я говорю? Адам, у него было владычество, но что случилось? Глава 2 «Бытия». Бог дал заповедь. Он сказал «Не ешь от этого дерева». Глава 3 Ева в главе 3 ела, посмотрела на то дерево и сказала «Оно хорошо для пищи и дает знания. Она съела и дала Адаму, который был с ней. Пошел с ней в супермаркет. Он был с ней и он ел». И обратите внимание, что случилось. Все пало. Все пало. Они даже больше не знали своего отца, потому что это отключило их от отца. Это был абсолютный беспорядок. Библия говорит, что сила, которая текла через него, исказилась. теперь пришло проклятие и то проклятие распространилось повсюду. И даже я слышал, как брат Коплот проповедовал и говорил об этом, даже когда Иисус умер и он принес ту кровь и омыл небесные места. Вот как много власти имеет один этот человек. И вот что Библия говорит в Салме восьмом, что есть человек, что ты помнишь его и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами. Спасибо Богу. Итак, другой перевод говорит, человек едва уступает Богу или что-то в этом роде. Немного меньше, чем Бог. Он создал его по собственному образу. Он копировал себя и затем благословил его, дал ему власть, чтобы управлять этой землей. Итак, о чем я говорю? Я говорю, из-за того, что Адам не принял титул, дьявол взял его. И теперь он обладает этим. Давайте обратимся к Евангелию от Луки, 4 главе. Лука, глава 4. Вы еще со мной? Итак, у меня есть одна еще хорошая новость для вас. Вы со мной? Не уходите, пока не наполнитесь, как говорит брат Копленд. Вы со мной? Лука, 4 глава, и посмотрите на стих 5. И взял его дьявол на высокую гору и показал ему все царства мира во мгновение ока. И дьявол сказал ему, «Всю эту власть я дам тебе и славу, ибо она дана мне, и кому хочу, я дам ее». Это было искушение. Если поклонишься мне, все будет твое. Я хочу показать следующее. Пару вещей. Первое. Сила не в системе. Сила в том, кто над системой. Мы получили разум сильного человека. Окей. Теперь, обратите внимание, что он делает. Посмотрите на то, что здесь говорится. Посмотрите на стих 5. Здесь говорится, «Берет дьявол его на высокую гору, показал ему все царства земли во мгновение ока». Обратите внимание. Царство. Во мгновение ока и дьявол сказал ему, «Всю эту власть, подчеркните это. Я дам тебе и славу». Это звучит как-то знакомо. Царство, власть и слава. Смотрите, что сделал дьявол. Он старался сделать Адама по своему образу. Все человечество по-прежнему старается сделать это. Самое главное, что он преследует, это семя. Между тем, итак, вот дьявол. У него есть законное право на это. В Эклисиасте, главе 4, говорится, я перефразирую это, лучше было бы не родиться в то время. Почему? Потому что власть была не в тех руках. Она принадлежала дьяволу. Он использует ее. Он распространил свое царство повсюду. Хорошо. Слава Богу за Искупителя. Слава Богу. Амин. Хорошо, итак, давайте посмотрим сюда и давайте вернем это обратно, потому что мы должны восстановить все, что Иисус искупил. Давайте вернемся к книге Бытие, глава 13. Пожалуйста. Бытие, 13 глава. Как вы знаете, Бог избрал человека по имени Авраам. Его звали Авраам в то время. Окей. Итак, Бог взял его и благословил его. И так, Он собирался сделать следующее, чтобы этот человек стал началом нового потока преуспевания. и Он берет этого человека и говорит, что благословит его и сделает его имя великим. Я благословлю тех, кто благословит тебя, и прокляну тех, кто проклянет тебя. И через тебя благословится вся земля. Обратите внимание, что Бог здесь делает, старается вернуть благословение обратно ко всем людям, подобно тому, что должен был сделать Адам. Итак, давайте обратимся к книге Бытие, глава 13. И здесь то место, где Лот и он был, вы знаете, Лот следовал за Авраамом. И Лот создавал проблемы, когда он следовал за Авраамом. Лот Авраам становился очень богатым. Богат скотом, золотом и серебром. И Лот становился богат крупным и мелким скотом, овцами, потому что всякий раз, когда вы были благословлены, вы получали породистый скот. Спустимся ниже. И мы видим здесь, смотрите в 7 стихе, «И была ссора пастухов скота Авраама с пастухами скота Лота. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле». Это интересно. Пастухи. Слово пастухи в еврейском ор-э-э-ич-хэ-ха. И это можно перевести как пасторы. Итак, пасторы имели какой-то спор. Господь, будь милостив. Я просто думал, что вам будет интересно узнать это. Амин. Но обратите внимание, земля не могла их вместить. Они становились такими благословенными. Итак, все увеличивалось до такой степени, что Авраам сказал следующее. «Пусть не будет ссоры между нами. Если ты хочешь пойти направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо». Теперь, как он мог такое сказать? Чтобы между ними был мир. Потому что у него было благословение. И к чему бы он ни обращался, он мог превратить это в сад. Не имело значения. он мог пойти в самое худшее место земли. Не имело значения. И то же самое благословение на вас. Эй! Слава Богу! Хорошо. Слава Богу! Но вот какое дело. Лот избрал хорошо орошенную землю. Иногда мы делаем так. И иногда христиане смотрят, как пойти в такие места, чтобы получить такие хорошие места без веры. И я слышал, как брат Коплент проповедовал много лет назад, что если вы хотите быть в каком-то месте без использования вашей веры, то это самое опасное место, которое может быть для вас. Потому что ваша вера атрофируется, станет слабой, ленивой, и так далее, и тому подобное. И вдруг произойдет что-то, какая-то чрезвычайная ситуация, или кашель, или недомогание, и так далее. Вам же нужно хранить вашу веру, рабочей, слава Богу, в каком-то действии. Хорошо, но между тем, давайте обратимся к стиху 14. И в стихе 14, «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои и посмотри с места, на котором ты теперь, к северу и к югу, к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе я дам, и потомству твоему навеки». Хорошо. Пару вещей по поводу этого. Номер один. До тех пор, пока вы не увидите этого, вы не предназначены овладеть этим. До тех пор, пока вы не увидите этого, вы не предназначены овладеть этим. Поймите, люди могут этого не понять. Я не говорю о том, чтобы воровать. Я говорю об восстановлении в обладании, потому что это не принадлежало дьяволу и его семье. Это принадлежит Богу и его семье. Скажите «Амен» на это. Откровение или видение это величайший доступ в школе веры. Откровение. Вы сотворены верить в то, что вы видите. И здесь ключ. Вы не видите глазами, вы через них просто смотрите. вы видите вашим разумом. Глаза — это окна, и образ входит и проявляется в вашем уме. Люди видят одно и то же, а говорят что-то разное. И причина в том, как ваш мозг это интерпретирует. «Итак, дьявол не приходит ослепить ваши глаза, он приходит ослепить ваш ум, потому что он знает, если вы не можете этого видеть, тогда ваша вера будет блокирована. как только вы видите что-то, вы становитесь смелым, как морской пехотинец». вы говорите это, вы ходите в этом. Верить — это видеть. Да? Если вы верите во что-то, это влияет на ваши отношения, это влияет на ваше поведение, когда вы верите. Потому что вы видите это? Было время в моей жизни покинуть компанию, в которой я работал, IBM, и я готовился к служению на полное время. И всякий раз, когда приходило время сделать следующий шаг, когда приходил день, когда мне надо было уйти, у меня в голове начинал звучать голос. «Детям нужна новая пара обуви», «Сделать выплату за дом». То же самое и на следующий день. Но затем у меня появилась серия кассет одного парня. Вы, должно быть, знаете его. Это брат Джерри Савелл. И это была тема «Увидь время и собирай урожай». И я взял то учение, и один стих всплыл внутри меня. Марка, глава 10, стихи 29 и 30. «Нет никого, кто оставил бы дом, мать, отца, сестер или братьев, или землю, или работу, ради меня, и не получил бы вас сто крат во время сие». Понимаете, что я говорю? Видите, когда я выходил, я не мог видеть. А вы не сотворены идти, если вы не видите. Народ, если вы можете видеть что-то, что другие не могут видеть, вы идете туда, куда другие не могут идти. Мы можем иметь что-то, что другие не могут иметь. Вы можете делать некоторые вещи, в то время, как другие этого не могут делать. И что случилось? Вдруг я начал размышлять над этим. И размышления... Я записал определение, потому что иногда нам нужно знать, что означают конкретные слова. Слава Богу! Размышления — это данный Богом процесс, который производит духовный опыт, который вызывает определенные изменения в вашем мышлении. Размышления. Данный Богом процесс, который производит духовный опыт, который вызывает определенные изменения в вашем мышлении. Что? Что Иосиф сделал? Он видел сон, не так ли? Затем он увидел сон снова, не так ли? Он больше никогда не был прежним. Он говорил о чем-то, чего они никогда не слышали ранее. Они говорили, кого ты из себя возомнил. Как насчет апостола Павла? Обратите внимание, как он... Нет, Петр. Когда Петр спал, находясь на крыше дома, и вдруг спустилась простыня с небес, и он имел духовное переживание о всех этих четверногих животных. И вдруг он услышал, Петр, заколи и ешь. Петр сказал, я никогда не ел ничего нечистого. И был ему голос, что я называю чистым, что я называю чистым, ты не называй нечистым. И следующее вы знаете, что он пошел в дом язычника. Это было неслыханно. Обратите внимание, вы можете идти куда-то, где вы никогда не были ранее, если вы просто увидите это, и тот враг будет беспокоить вас, ваш ум будет стараться, чтобы вы продолжали видеть вашу машину, в которой закончился бензин, или будет сосредотачивать внимание на налогах. Вы знаете, вещи, связанные с воображением, вместо того, чтобы видеть благословения, приходящие в ваш дом. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, что же я говорю? Амин. До тех пор, пока вы можете видеть. Итак, я размышлял над тем текстом, и вдруг на том месте, в Миннесоте, то место взорвалось внутри меня. И когда это произошло, я позвал мою жену и сказал, «Любимая, я оставляю эту компанию. Я хочу представить вам мою жену. 30 лет вместе, слава Богу! Сестра Вероника, поднимись, пожалуйста, пусть они увидят тебя. Слава Богу! Амин!» Она сказала, «Слава Господу!» Я сходил к боссу и сказал, «Я покидаю компанию». Он подпрыгнул, закрыл дверь, и спросил, «Билл, что не так?» Я сказал, «Все нормально, я просто... У меня есть призвание на мою жизнь». Он спросил, «У тебя есть что?» Я сказал, «У меня есть призвание на мою жизнь». «Билл, возьми отпуск на две недели». Что-то вроде того. Бум, две недели отпуска. Хорошо, когда я взял двухнедельный отпуск, я поразмышлял еще больше. И чем есть ней картина, тем быстрее ускорение к вашей новой цели. Чем есть ней картина. Люди не могут этого понять, если не видят этого. И что я говорю? Авраам, насколько ты можешь видеть, я дам тебе это. Итак, что же я говорю вам? В этой Библии есть много обещаний. Если вы возьмете эти обещания и будете размышлять в соответствии с нуждами, какие у вас есть, примите то откровение в ваш разум, и вдруг ваша вера займет свое место, и позвольте сказать вам, вы на вашем пути. Давайте обратимся к стиху 17. «Встань, пойди по земле сей, долготу и широту ее, слава Богу, ибо я дам ее тебе». Теперь, это очень интересно. Вот что я хочу сказать всем. Ваши ноги никогда вас не доставят туда, где ваш разум никогда не был. Обновление ума — это необходимая работа, которую необходимо совершать, чтобы служить Богу, и получать от Бога. Обновление разума. Окей? Итак, вот Авраам. Теперь Бог использует его. Но прохожу это место. Слава Богу! Я хочу увидеть то, как Бог должен был обновить разум своих людей так, чтобы они могли получить из того, что у него есть. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки. Луки, глава 15. Луки, глава 15. Теперь, скажите, обладание. Моя, Господь, будь милостив, моя цель заключается не только в том, чтобы дать слово относительно обладания, но дать вам веру касательно обладания, чтобы вы могли получить то, что Бог уже дал вам. Скажите «Амен» на это. Хорошо. Теперь, я уже сказал вам, позвольте мне использовать мое время. Не говорил ли я вам это перед тем, как мы начали? Это история о блудном сыне. И блудный сын — это интересная история. Он сказал «Папа, дай мне мое наследство, чтобы пользоваться им». И он получил его. Это перевод Билла Уинстона. Итак, он получил его и ушел. Теперь, после того, как он ушел, он растратил все, что имел. И никто ему ничего не давал. Итак, теперь он сказал. Итак, он жил среди жителей той страны. Значительно ниже. Ниже уровня, чем он должен был жить. И ему дали работу кормить свиней. Другими словами, жить на остатках. Итак, теперь. Здесь он опускается. Он опускается все ниже. Стих 17. Пришел в себя и сказал, «Столько наемников у отца моего избыто существует хлебом, а я умираю от голода. Смотрите. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Позвольте задать вам вопрос, был ли он слугой или сыном? Сыном. Стих 19. Стих 20, простите меня. «И он встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, его отец увидел его и сжалился, и побежал, и пал ему на шею, и целовал его. Сын же сказал ему, «Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал своим рабам, «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Обратите внимание, не приносите старую одежду, хорошо, и оденьте его. И дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его, и привезите откормленного теленка и закалите. Станем есть и пить и веселиться. Ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И они начали делать что? Веселиться. Теперь старший сын был на поле. Обратите внимание, что случилось. Один сын растратил все, вернулся, и отец ему дал все. Понимаете? Он покаялся и пришел в дом отца. Обратите внимание, что он старался сделать вначале. Он говорил, «Прими меня в число наемников». Он не был наемником, он был сыном, потому что наемник должен зарабатывать то, что он имеет. А сын получает наследие. Я хочу, чтобы вы поняли это. Я не стараюсь довести это так, чтобы кто-то стал ленивым. То, что я хочу сказать вам, это то, что вы не можете заработать то, что приходит с небес. Вам нужно получить это. Скажите «Амэн» на это. Теперь, если это... О, Господь, можно мне сначала подпрыгнуть? Если вся эта большая земля принадлежит нам, почему тогда мы должны платить? Я собираюсь задать вопрос снова. Если это... Я покажу вам из Писания, где написано, что она принадлежит вам. Она принадлежит от поверхности до ядра. Она принадлежит вам. И если вы не возьмете во владение, тогда есть кто-то, кто сделает это. И он берет это во владение, и он создает безбожные законы, и он создает нищету, и он создает всякие вещи, потому что святые просто поют, прославляют, говорят о... говорят о вере, думают о вере, любят веру, но ничего не делают с этой верой. И я говорю вам, хватит так жить. Это время нам мобилизироваться. Мы не можем просто так сидеть и позволять этим вещам происходить. Причина не в людях, не смотрите на людей. Люди не проблема. Гарантирую, люди не проблема. Люди... Библия говорит, что наша битва не против... Чего? Плоти и крови. Мне все равно, как оно выглядит. Какое у них положение. Они не проблема. Проблема — это тот, кто есть само зло. Он управляет ими. И они даже не знают этого. Он поднимает кого-то, кто является более всего подходящим. Делать то, что он говорит делать. И что нам нужно делать? Это связать сильного. И затем мы разграбим его дом. Разве я не хорошо проповедую? Это принадлежит нам, но находится не в тех руках. И Бог хочет это вернуть. Нам нужно сделать работу и взять ресурсы этой земли, чтобы осуществить. Скажите «Амэн» на это. Хорошо. Где я был? Слава Богу. Итак, старший сын был в поле. Он пришел с поля и услышал музыку, танцы и так далее. Итак, что же там происходит? Младший брат, его не было, и он теперь вернулся. И отец принял его и устроил праздник. И он сказал, «Что?» Нет, это от Винстон. «Что?» Смотрите, что случилось. Давайте пойдем ниже. Давайте посмотрим ниже стих. Стих 29. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказаниям твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Но когда этот легкомысленный, негодный... Это... Это Винстон. Это Винстон. Это от Винстона снова. А когда этот сын твой, растащивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал, «Сын мой, ты всегда со мной». И что? Все мое твое. Все, что Бог имеет, это ваше. Как многим Бог обладает? Всем. 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 Теперь не обращайтесь к тому, чему вас учит эта мировая система. потому что они не знают. Они не... Мы знаем это, что Бог истинен, а всякий человек лжив. Давайте продолжать. Давайте обратимся к Галатам, главе 4. Галатам, глава 4. Как у вас дела? Все нормально? Слава Богу. Хорошо? Галатам 4 глава. И посмотрите, что говорит стих 1. Еще скажу. «Наследник доколен в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Позвольте мне прочитать из расширенного перевода. Слава Богу. Давайте посмотрим. Кто имеет здесь расширенный вариант? Хорошо. Подойдите. Да. 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 Подойдите сюда. Дайте мне Библию с расширенным переводом. Хорошо. Это расширенный перевод. Теперь, что я имею в виду? До тех пор, пока преемник, наследник, ребенок, несовершеннолетний, он не отличается от раба, хотя он и хозяин всего имения. Я прочитаю еще раз. До тех пор, пока преемник, наследник, ребенок, несовершеннолетний, он не отличается от раба, хотя он и господин всего имения. Сглядите ли вы за тем, что я говорю здесь? Спасибо, сэр. Я вложу сюда 100 долларов для вас. Есть награда, когда у вас есть Слово Божье. Это ваш год. Если еще у кого-то расширенный перевод здесь... Я знаю, что вы имеете. Видите, когда вы разбиты, вы не можете сделать этого. Амэн. Я шучу. Я просто шучу. Теперь, посмотрите на следующее. Есть наследие для вас, которое не может быть освобождено для вас, если оно находится за пределами вашего роста. Есть наследие для вас, которое не может быть освобождено для вас, если оно находится за пределами вашего роста. Много раз люди в церкви были плотскими. Но чтобы вам войти в Ханаан и встретить тех гигантов, вам нужно быть духовными. Вам нужно перестать спорить со своими родственниками. Давайте. Вам нужно перестать спускаться на все те вещи, которые находятся на низшем уровне. Скажите «Амэн» на это. Но наследие там. Два сына должны были получить, но один не мог. Это старший сын. Вы, наверное, слышали историю о рыбе пираньи. Как вы знаете, рыба пиранья — это очень агрессивная рыба. Я имею в виду, вы опускаете руку, и она атакует и съедает мясо за секунды. Итак, проводили опыт с пираньей и маленькой рыбкой. И что они делали? Когда пиранья, одна рыба пиранья становилась голодной, она просто съедала маленькую рыбу. Но затем установили прозрачный экран между пираньей и маленькой рыбой. Теперь пиранья становилась голодной. Но когда она приближалась к той рыбке, что происходило? Она ударялась в ту перегородку. И они так делали в течение 30 дней. После 30 дней они достали разделяющий экран. Как вы думаете, что делала пиранья? Ела ли она рыбу? Нет, нет. Потому что в её сознании она не могла видеть, как достичь её. Это называется памятью слона. Итак, что я вам говорю? Я говорю вам, что Иисус удалил это разделение из вашей жизни. И обеспечение просто плавает вокруг вас. Вы, возможно, сталкиваетесь с возможностью, чтобы сделать миллион долларов, вероятно, хотя бы один раз в день. Ну, вы не видите? Люди не являются бедными по причине того, что у них нет денег. Они бедны, потому что у них нет знания. Итак, давайте будем продолжать. Мы можем здесь продолжать? Хорошо. Теперь давайте пойдём. Кому? Где же я? Я потерял место Писания. Евреев. Глава первая. Буду стараться уложиться вовремя. Слава Господу. Слава Господу. Брат копыт, следи за мной. О, десять? О, люди. Окей. Хорошо. Я начинаю нервничать. Господь, где же это? Нет, я просто шучу. Никакой нервозности здесь. Слава Богу. Где я говорил? Евреям, глава один. Окей. Скажите обладание. Скажите это три раза. Хорошо. Евреям, первая глава. Стих первый. Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил к нам в Своём Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Он поставил наследником скольких вещей? Всего. Иисус. Библия говорит, в переводе Чарльза Б. Уильямса, говорит, законный обладатель всего. Иисус, законный обладатель всего. Хорошо. Могут сказать, так это Иисус. А что касается нас, откроем тогда послание к римлянам, главу восьмую. Давайте откроем римлянам, главу восьмую. В книге римлянам, главе восемь. Посмотрите, что говорится в стихе одиннадцатом. Простите меня, не одиннадцатый стих, а стих шестнадцатый. «Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Скажите, я дитя Божье. А если дети, то что? И� наследники, продолжайте. Наследники Божьи, продолжайте. Сонаследники же Христу! Подождите-подождите, сонаследники не полу-наследники, а сонаследники! Не 50 на 50, а 100 на 100. Все, что есть у Него, продолжайте. У меня есть. Скажите «Амэн». Итак, это очень интересно. Давайте сделаем шаг дальше, потому что нам нужно увидеть, как мы берем освобождение. Давайте обратимся к Евреям, главе 11. Евреям, глава 11. Ну, как у меня получается? Получается хорошо? Евреям, глава 11. 11. Посмотрим, что здесь говорится. Евреям, главе 11. В стихе 1. «Вера же есть осуществление, продолжайте, ожидаемого, и уверенность невидимым. Прямо вон там я вижу, мне нужен расширенный перевод. Вон там, окей, вон там, подойдите, подойдите, подойдите. Смотрите, это оплачивается, за Слово Божие платят. Платят большие деньги, когда у вас есть Слово Божье. Слава Богу. Аминь. И что мы сказали сейчас? Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Не так ли мы сказали? Хорошо. Окей. Теперь вера — это убежденность, подтверждение, документ, подтверждающий право на то, на что мы надеемся, и является доказательством того, чего мы не видим, и твердая уверенность в их реальности. Вера, постигающая реальный факт, который не открыт еще чувствам. Видите, что такое вера? Это убежденность. Это подтверждение. Это документ, подтверждающий право. Я сказал, вера — это документ, подтверждающий право. Спасибо, сэр. Вот сто долларов. Вы сделали это. Слава Богу. Будьте благословлены. Благословлены. Теперь, я могу получить еще одну? Нет, нет, я воздержусь. Подождите. Это просто вышло из моих уст. Смотрите. Вера — это документ, но право. Смотрите. Чтобы Богу удалить дьявола, он нуждается в том, чтобы увидеть наше право. Скажите «Амэн» на это. О да, земля принадлежит вам. Земля хороша, и земля вон там. Но где ваше право на это? Дьяволу нужно право на это. О чем я говорю? Слава Богу. Посмотрите, что говорится здесь. Я сказал вам. Я сказал. Слава Богу. Я сказал. Где это я сказал? Амэн. Я сказал. Обладать — значит иметь законное и правомощное право. Вот что есть ваше обладание. И мне нужно обладать этим. Сатана не может захватить то, что покрыто верой. Покройте ваш бизнес верой. Примите это право, и дьявол не сможет вторгнуться туда. Он смог войти в тот сад только потому, что Адам не применял право на него. Говорю вам, этот год ваш год для обладания. Я хочу сказать кое-что об этом. У нас есть еще время для этого. Слава Богу. Давайте обратимся. Вы еще со мной? Одна леди, когда мы начали служение, она ворвалась в офис. И я имею в виду, мы начинали церковь в трудном районе Чикаго. У нас было молитвенное служение в Чикаго. И та женщина искала меня. Та леди открыла дверь и сказала, кто здесь пастор? Я сказал, я пастор. Она сказала, мне нужно с вами увидеться. Я сказал, что вы хотите, леди? Она сказала, наркодилеры захватили наш квартал. Я сказал, что случилось? Она сказала, они приходят в 12 дня каждый день и уходят в 12 ночи. Они продают наркотики, люди приходят из пригородов и все такое, чтобы покупать наркотики прямо в нашем квартале. Дети не могут играть, а взрослые затерроризированы. Я сказал, леди, пройдите в круг. Итак, мы начали молиться. И поймите, это царство. Царство управляет абсолютно всем. Итак, я начал молиться и я начал искать ответ. Но я начал искать ответ не в своем естественном разуме, ибо мудрости Египта не было достаточно, чтобы остановить голод. Есть такие вещи, которые мудрость человеческая не может совершить. Вот почему проклятие продолжает распространяться, и это становится еще труднее, и люди боятся еще больше, поэтому церкви надо выйти. Итак, что случилось? Мы начали молиться и заряжаться. Видите? Смотрите. Бог! Божье намерение для вас! Ваши дни изнурительного труда закончились. Вы, вы, смотрите! Смотрите! Хей! Я знаю! Я знаю! Это верно! Ваши дни изнурительного труда закончились! Смотрите! Изнурительный! Изнурительный! Это означает для меня тяжелую работу! Изнурительный труд также означает тяжелую работу умственно! Видите? Видите? Я здесь говорю вам о том, как люди могут изнурительно работать. Господь, что я могу сделать сейчас? Это утверждение изнуренного человека. Все, что вам нужно делать, если вы нуждаетесь в мудрости, попросить у Бога, который дает просто, и за это не надо платить. Просто получайте! Просто получайте! И когда вы получаете, и я получил тот ответ, и Бог сказал, возьми этот сосуд с маслом и благослови его, и скажи ей, вылить его посередине той улицы. И обратите внимание, я не смущался, потому что я в царстве, и есть один царь, и он отдает приказы. Я не пытаюсь анализировать то, что он говорит мне, потому что в царстве вы не учитесь, а различаете. Она, она взяла ту бутылку, и я сказал, леди, Бог сказал мне взять, я благословлю эту бутылку, и польете из нее посередине той улицы. Она сказала, окей, дайте же мне ее. Вы видите, когда вы доведены до отчаяния, вы не задаете слишком много вопросов. Некоторые из божьих людей нуждаются в том, чтобы оказаться в безвыходных ситуациях иногда, чтобы не задавать слишком много вопросов. Она взяла то масло, пошла на ту улицу, и разлила посередине улицы, и пришла через пять дней широкой улыбкой на лице. Она сказала, пастор, знаете что? Я сказал, знаю что, леди. Она сказала, что на следующий день они пришли на один час, и больше не возвращались. потому, что проповедь знаний не создает веру. Но смотрите, но проповедь веры не соответствует здравому смыслу. Смотрите, в чем здравый смысл Евангелия, который пришел к той леди. Он сказал, «Эй, Мария, у тебя будет ребенок». «Как это будет мне? Я еще даже мужа не знала». Он сказал, «Святой Дух найдет на тебя, и святое родится от тебя, и наречется Сыном Божьим». И что она сказала? «Да будет так мне». Скажите «Амэн». Здесь не только говорится о женщине, которая никогда не имела ребенка, никогда не имела мужа, и не только, что у нее будет ребенок, но здесь говорится, что ее ребенок будет Богом. С этого момента я хочу, чтобы вы сделали единственное, потому что Бог собирается говорить вам, просто получите! давайте, давайте, просто получите! Последнее местописание, я заканчиваю. Первое Коринфянам. Глава третья. Я не собирался об этом проповедовать, я не сделал пометки. Аллилуйя! Стих! Я закончил. Есть еще больше? Слава Богу! Давайте дадим славу Господу! Мне нужно заканчивать, мне нужно заканчивать, заканчивать. Давайте воздадим Богу хвалу! Давайте воздадим Ему хвалу! Воздадим хвалу! Давайте, давайте! Просто получайте! Просто получайте! Просто получайте! У-у-у!